МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Огонь!" ВЫСТРЕЛЫ -"Российское оружие давно воюет против Украины на Востоке. Ракетные комплексы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и минометы уже не помогают сепаратистам. Но Путин не привык сдаваться, поэтому у боевиков теперь уже есть даже танки. Министр иностранных дел России Лавров называет танковую атаку на Украину коридором гуманитарной помощи. Но или боится, или стесняется сказать, что вместо консервов на броне танков в Украину перебрасывают свежее пушечное мясо. Содержание этой армии головорезов обходится в миллионы долларов. Кто спонсирует боевиков? Кто оплачивает их кровавые игрища на украинской земле? Разоблачение легионеров и их кураторов. Связи, суммы и схемы. Что почем на восточном военном рынке? Циничный бизнес на крови. Прямо сейчас настоящий детектив разворачивается на ваших глазах. Убить друг друга. За чьи деньги лидеры боевиков воюют между собой? Борт номер один. Кто захватил Крым и какая главная тайна головореза Стрелкова? Куда были оружие? Цена наемников. Откупные за пленных, грабежи и мародерство. Как еще зарабатывают боевики на запуганных людях Донбасса? Тайные кукловоды. Друзья Януковича и олигархи Путина. Кто оплачивает террор и кому понадобилась Украина в огне? Разоблачение спонсоров этой войны не пропустите. Расстрел помощника главного террориста ДНР Пушилина. Устранение самозваного мэра Славянска-Пономарева. И взрыв машины возле Донецкой ОГА. Это последние новости из междоусобной войны сепаратистов. Они уже убивают друг друга за деньги спонсоров. Тот, кто выживет, получит все. Украинская трагедия... Не стреляйте! Вы безхорошие! ...делает их богатыми. Хаос на Востоке устраивают отряды боевиков, в авангарде которых уголовники и наркоманы, позарившиеся на легкие деньги. У меня приказ. Позвольте руководство города. За них воюют и наемники из России, и даже регулярные войска Путина, маскирующиеся под ополчение. Они заполонили Луганскую и Донецкую области. Специально обученные, которые приехали из горячих точек, и они бесплатно уж точно работать не будут. За идею ДНР, извините, кто будет бесплатно работать? Что это вообще такое? С донецким журналистом Алексеем Мацукой мы встречаемся в Киеве. Недавно боевики вынудили его покинуть родной дом на Донбассе. И беженцев оттуда уже около 10 тысяч. Это хуже, чем 90-е. Это уже Сомали полно. Что же привело головорезов в Украину? Это понятно и детям. Наемники за идею не работают. Война – их бизнес. 90% вот этих участников экстремистских акций не за деньги участвуют. Если их лишить финансирования, это не те люди, которые будут за идею воевать. 300 долларов в день. Столько получают кадыровцы, выяснили в Министерстве внутренних дел. Украины, я не чувала! Наемники с Кавказа засветились в Донецке. Там же наши военные потушили большую их часть. Батальон «Восток» поредел. И потому спонсоры активно ищут новую кровь. Воевиков на Донбасс поставляют не только кавказские лидеры. Украинские бизнесмены тоже готовы поддержать сепаратистов. На ваших глазах мы впервые создаем карту финансовой поддержки сепаратистов. От кого, куда и кому именно из предводителей боевиков поступают черные деньги.